Добрый день, дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником, самым главным праздником в календаре Чувашской Республики, Днем Республики. Сегодня у нас очередной сеанс правительственной связи и в нашей студии министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Петрович Ефимов. Здравствуйте, Вадим Петрович, с праздником вас. Вас тоже с праздником. Добрый день, уважаемые телезрители. Поздравляю всех с прекрасным, замечательным праздником, Днем Республики. День Республики, помимо того, что это замечательный праздник, еще и замечательный повод поговорить о том, что же представляет из себя наш регион с культурной точки зрения. Какова его история, на чем строится национальная политика. Давайте углубимся ненадолго в историю. Существует несколько версий происхождения Чуваши. Какая из них нравится лично вам больше всего? Вопрос не научный, не дискуссионный. На самом деле, сегодня существует очень много таких теорий происхождения чувашского народа, чувашского этноса. Ну, я думаю, что нужно все-таки основываться на более-менее научных данных, которые сегодня есть и которые, безусловно, и безапелляционно сегодня доказаны учеными. Поэтому я думаю, что вот эта теория, которая официально сегодня рассматривается, чуваши – это потомки булгар, волжских булгар. Для меня это, наверное, самый приемлемый такой вариант. Ну, вообще, из научных источников известно, что эта волжская булгария, она образовалась в начале X века, находилась в середине реки Волги, по левому, по правому берегу. И после разгрома монголы татарами она распалась, и часть, значит, переселилась на современную территорию Чувашской республики. И на основе языка волжской булгарии образовалась чувашская нация, чувашский этнос. Сейчас в арабских сочинениях X-XIV века, которые, на мой взгляд, я их тоже считаю наиболее такими достоверными сегодня источниками, вот это все описано, рассказано, поэтому, наверное, так оно и было. Но вот хотел бы обратить только внимание на то, что вот между Волжской булгарией и современной Чувашской республикой временное расстояние промежуток 700 лет, 7 веков. И, конечно же, территория современной Чувашской республики – это вот только часть той территории, которую занимала когда-то Волжская булгария. Вот существует еще множество версий, тоже в разной степени, вернее, с доказательствами разной степени убедительности. Вот как Вы считаете, такое многообразие исторических взглядов, оно помогает ученым? Или же все-таки должна быть какая-то одна официальная гипотеза, которой будут все придерживаться и работать над ее исследованием? В процессе изучения, конечно, возможны разные гипотезы и теории, которые нужно изучать, исследовать. Поэтому я думаю, что с научной точки зрения это, конечно же, полезно, когда существует очень много версий, и ученые работают совершенно по разным направлениям. И когда уже на основе вот таких абсолютных уже истин, доказательств выстраивается одна генеральная линия, историческая линия, ну, я думаю, что это вот очень правильно. Министерство культуры собирается в дальнейшем финансировать какие-то научные изыскания, исторические исследования? В частности, вот вопрос с возрастом столицы Чувашии до сих пор остался открытым. В общем, открытым, так можно сказать, широко открытым. Ну, сегодня, я думаю, что какая-то определенная, ну, если хотите, промежуточная такая точка, она все-таки поставлена. Есть указ президента Российской Федерации о праздновании 550-летия со дня основания, да, получается, со дня основания города Чебоксары. Но, ну, вот ученые говорят, что на самом деле городу не только 550, гораздо больше, исторически здесь поселения они существовали и раньше. Причем утверждают, что изначально формировались как поселения городского. Да, да, да. Ну, я думаю, что вот как раз этот вопрос, наверное, может быть в перспективе, он будет дополнительно изучен, и какие-то уже исторические обоснованные доказательства у нас появятся, и можно будет рассматривать уже более старший возраст, более древний возраст нашего города, столицы. Но пока мы, еще раз говорю, пока мы основываемся на тех документах, которые есть и у нас в архивах, и у нас есть в научных учреждениях, которые вот говорят о возрасте города в 550 лет. Мы понимаем, что сегодня, и когда ученые тоже об этом говорят, они говорят о неисторически таком доказанном факте времени основания, о первом летописном упоминании города Чебоксары. Ну, понятное дело, что до летописного упоминания город может существовать там, может быть, даже несколько столетий. Сколько национальностей представлено сегодня в Чувашии? Можете ли вы выделить периоды в нашей истории, когда въездная миграция была наиболее активна? Сегодня мы апеллируем данными Всероссийской переписи 2010 года. По итогам этой переписи в Чувашской республике проживает 128 национальностей и 8 этнических групп. Ну, если по национальному составу разделять наше население, значит, у нас абсолютное большинство – это чуваши, 67,7%, на втором месте – это русские, татары, мордва, ну и где-то менее полутора процентов другие национальности. Что касается вот миграционного потока, который в Чувашской республике происходил, то, наверное, тут нужно отметить два таких основных периода, которые происходили в истории нашей республики. Это, безусловно, 20-е, 30-е годы 20-го столетия, когда у нас начинались первые такие большие строительные, строительный бум индустриализации. Да, период индустриализации, коллективизации. Это, конечно, строительство железной дороги сыграло определенную роль Канаж-Чебоксары. И появление заводов, которые в то время в очень большом количестве строились. И второй, безусловно, это второй большой этап – это период Великой Отечественной войны, когда эвакуировались очень большие промышленные предприятия, мы их знаем, тут и предприятия электротехнического, электротехнической направленности, которые к нам приехали из Харькова. И легкой промышленности, и пищевой промышленности, и множество. Да, 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 которые появились в республике, вот эти большие предприятия. К тому же было еще очень много граждан, которых переселились при фронтовой полосе, независимо от предприятий, просто совершенно даже из других регионов. Ну и следующая волна, нужно, наверное, тут тоже надо отметить, но если хотите, вот я бы, наверное, назвал его даже вот такой третий большой этап миграционных потоков, которые происходили в нашей республике. Это уже период с 1960 по 80-е годы, когда у нас появились вот эти промышленные гиганты, это химкомбинат строился, тракторный завод, промтрактор Чебоксарская, ГЭС, когда эти стройки объявлялись всесоюзными стройками, когда молодежь сюда массово приезжала, это комсомольские ударные стройки. И в это время, конечно же, очень такой массовый наплыв иногородних людей в нашу республику осуществлялся. Ну просто тоже, опять же, для сравнения хочу назвать, население Чувашии с 1926 года по 1989 год, 1989 год это тоже важная такая дата, когда происходила последняя всесоюзная перепись. То есть, вот с 894 тысяч населения, это данные всесоюзной переписи 1926 года, увеличилось до 1 миллиона 336 тысяч человек. Это уже данные всесоюзной переписи 1989 года. Что касается культурного эффекта вот от таких миграционных волн, наплывов? Это, безусловно, сыграло очень существенную роль в развитии культуры, образования, науки. Ну вот, что касается, конечно, культуры, наверное, благодаря той творческой интеллигенции, которая приехала в республику в 20-е годы, потом в 40-е годы, у нас сегодня сформировалась в республике та культурная среда. Это, конечно же, прежде всего в сфере профессионального искусства, это наши театры, которые развивались, во-первых, благодаря тем творческим людям, лицам, которые их возглавляли. Это художественные руководители русского драматического театра, потом театр кукол, надо вспомнить, в 43-м году, несмотря на войну, был сформирован творческий коллектив театра кукол. Хотя потом мы знаем из истории, что официальная история театра кукол начинается с 45-го года, но первые такие ростки, зернышки, они были заложены в 43-м году. Потом, ну вообще, наверное, нужно сказать, что вот те люди, которые приезжали из таких больших культурных центров Советского Союза, из Ленинграда, из Харькова, из Москвы, они, конечно же, принесли в нашу республику вот ту особую атмосферу, особую, наверное, философию, наверное, культуры, которая у нас прижилась, и которая вот плодами этого мы сегодня еще и пользуемся. Вадим Петрович, вот столько национальностей, столько разных народов, практически 130 представителей разных групп этнических. Вот национальные различия и национальная рознь, по идее, это понятия, которые должны существовать параллельно, но на деле, к сожалению, случается, что они не очень далеко отстоят друг от друга. Вот что делается в Чувашии для того, чтобы представители разных народов чувствовали себя равноправными? Я скажу, что делается очень многое, но до того, как продолжить мысль, скажу, что вот по тем последним изучениям общественного мнения в республике у нас ситуация вот в сфере межнациональных, межэтнических отношений остается очень спокойной и стабильной. И она остается такой на протяжении уже долгого периода времени. Я очень надеюсь, что вот это спокойствие и добрососедское отношение, они вот как раз и дальше продолжатся. И таких негативных, наверное, нежелательных ситуаций, связанных с межнациональными конфликтами на территории Чувашской республики не будет. Но хочу сказать, что сегодня, к большому сожалению, на самом деле вот эти миграционные потоки, да, безусловно, и события в других регионах мира, Российской Федерации, они каким-то образом все равно определенный отпечаток на развитие вот межнациональных, межэтнических, значит, взаимоотношений они накладывают. Но мы эту ситуацию контролируем, мониторим. Мониторит не только Министерство культуры, которое сегодня, значит, собственно, на уровне правительства республики является вот неким куратором, координатором межнациональных вопросов. У нас название... Вообще проводником национальной политики. Эту ситуацию сегодня контролируют и мониторят и правоохранительные структуры, и общественные организации. Тут надо обязательно отметить вот значение и важность деятельности различных национальных организаций, которые, общественных организаций, которые зарегистрированы, официально они действуют. Они, конечно же, безусловно, всю эту ситуацию контролируют. И сегодня... Насколько я знаю, очень такие тесные отношения сложились с руководителями национальных общин. Да. И у нас их вообще на сегодняшний день в республике зарегистрировано 33 таких общественных организаций. Они представляют 16 национальностей. Прежде всего, конечно, уважительно относиться ко всем национальностям. И для этого в республике очень многое делается. Делается и руководством республики, и правительством республики. Это и поддержка, в том числе и финансовая поддержка этих общественных организаций. Проведение общественно значимых мероприятий. Это культурные, образовательные, просветительские мероприятия. Это и совместные мероприятия различных этих общественных организаций. В качестве примера можно, наверное, назвать праздник Наурус, который мы проводим уже на протяжении трех лет. Представители различных диаспор собираются под эгидой этого праздника. Это таджики, узбеки, чеченцы, выходцы из других наших закавказских республик, Средней Азии. И проводят совместно этот праздник. Конечно, безусловно, это очень важно. Это, на самом деле, во-первых, демонстрирует, сохраняет свою традицию и культуру. Наверное, для коренного населения это тоже очень важно. Потому что непонимание, неприятие той культуры, которую представляют народы, тоже какую-то определенную напряженность может вызвать. А это, на самом деле, такая открытая возможность показать, рассказать, какие они люди, какой культурой они живут. И в условиях вот такого национального многообразия, все-таки сохранение аутентичной национальной культуры, это задача номер один. Это абсолютный приоритет органов государственной власти Чувашской республики, в том числе Министерства культуры, но и других министерств, которые в какой-то мере очень активно этими вопросами занимаются. Это и Министерство образования, это и Министерство информационной политики. Это абсолютный приоритет. Какие способы в этом направлении наиболее действенны, наиболее эффективны? Ну, на мой взгляд, прежде всего, это создание условий для сохранения тех обычаев, традиций, которые испокон веков были присущи нашему народу, чувашскому народу. Это прежде всего в этом вопросе, вот сохранение аутентичности культуры, чувашской культуры, играют наши коллективы художественной самодеятельности. Это абсолютная истина, которая сегодня у нас есть. Это наши коллективы, которые без зарплаты, без оплаты, просто по велению сердца, души, собираются, сплачиваются, поют народные песни, танцуют, потом сохраняют вышивку. Кстати, по вышивке хотелось бы особо остановиться, потому что для чувашского народа это не только произведение какого-то народного творчества вышивка, это вообще целая философия, мировоззрение, которое, ну, вообще, я думаю, что заслуживает очень большого внимания и изучения. Сегодня очень, пока еще, наверное, недостаточно это все изучено. Ну и, конечно же, всевозможные фестивали. Фестивали народного творчества, которые у нас проводятся, очень активно поддерживаются, это и всероссийские, это и межрегиональные, ну и наши республиканские. Вот республиканские на нас, ну, на мой взгляд, это очень важно. Вадим Петрович, как сегодня складывается взаимодействие с чувашскими диаспорами, проживающими за пределами Чувашской республики на территории России и даже зарубежных стран? Ну, с каждым годом министерство развивает взаимодействие с национально-культурными объединениями чувашей, которые сегодня представлены в 34 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах. Это вот 40? Да. Для ровного счета. Всего, всего вообще хочу отметить, что сегодня, если мы уж все считаем, и зарубежные государства в мире действует 96 общественных объединений вот чувашских национальных таких центров. То есть у нас еще работа не почта и край, правильно? Да, совершенно верно. Ну, большинство нужно... 50 с лишним нужно найти друзей. И у нас нужно сегодня, наверное, отметить, что тесное взаимодействие налажено практически вот со всеми этими 96 общественными организациями. Значительное большинство из этих 96, они ведут очень активную работу. Работу разноплановую. Это и в культурном направлении проведение всевозможных мероприятий, концертов, фестивалей, праздников, национальных праздников. Ну, тут, наверное, на первом месте стоит, конечно, Агадуй, который проводится сегодня в очень-очень многих субъектах Российской Федерации. Ну, научной направленности работы они очень большую проводят. И, конечно же, просветительской. Совместно с Министерством образования и Министерством здравоохранения, Минкультуры на протяжении уже нескольких лет проводят большую работу по организации летнего отдыха детей из... вот, чувашских детей из других субъектов Российской Федерации. Программа отдыха детей, она вот включает в себя широкий спектр обучающих, развивающих мероприятий этнокультурной направленности, по совершенствованию речевой практики. Вот нам важно сохранить чувашский язык, поэтому в этом отношении специалисты с ними занимаются, проводят различные мероприятия, экскурсии по Чувашской республике, по Чебоксарам. Ну, на мой взгляд, это тоже очень такая большая, кропотливая работа, которая вот позволяет нам сегодня организовывать такое тесное взаимодействие с регионами, во-первых, и с Чувашской диаспорой. Ну, сегодня большой праздник, третий раз мы проводим всечувашский Агадуй. В этом году 11 субъектов Российской Федерации прислали своих представителей, чувашские коллективы, которые представляют те или иные регионы. И у нас один зарубежный гость – это коллектив из Республики Беларусь, который второй раз приезжает к нам в Республику, представляет творчество чувашей из Беларуси. И первый раз у нас самые далекие гости – это чуваши из Республики Хакасия, из Иркутской области. Поэтому география участников всечувашского Агадуя увеличивается. Это нас радует, это, безусловно, очень большое достижение и развитие вот таких добрососедских отношений между субъектами Российской Федерации и вот с Чувашской диаспорой. Ну что ж, Вадим Петрович, спасибо вам большое еще раз. С праздником! С праздником! Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Петрович Ефимов. Всего доброго еще раз с праздником и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова